В этом году состоялся традиционный конкурс среди работающих молодежи на лучшую организацию работы с молодежью. Конкурсу более 10 лет. В этом году у нас нововведения произошли. Мы ушли от оценки профессиональной деятельности и застрили внимание на оценки организации работы с молодежью, а также в номинации «Молодежный лидер», то есть молодой человек, который занимается общественной деятельностью, полезной деятельностью на территории нашего города. Я считаю себя молодежным лидером. В серии молодежной политики я развиваюсь уже на протяжении 5 лет. Каждому лидеру необходимо развивать свои личные качества и свои компетенции. Поэтому я решила принять участие в конкурсе «Перспективы МСК». Для нас, как Федерации профсоюзов, такого рода конкурсы важны. Учитывая то, что мы занимаемся именно с общественным сектором, поддержание таких родов инициатив, когда молодые ребята сами выступают организаторами, сами выступают участниками, организовывают молодежь и представляют себя как лидера общественного мнения, это очень важно. И вот нам нужно сейчас выявлять и поддерживать именно таких ребят. Участники, которые не займут призовые места, не расстроятся, потому что у них была возможность посещать и тренинги, и общаться с экспертами. И для них это, я думаю, хороший опыт. Но, собственно говоря, в следующем году мы будем рады снова видеть проект. Во-первых, очень здорово, что здесь собираются люди, молодые, в первую очередь, которые будут развивать наш город. Умение разговаривать, умение иногда даже пробивать свои темы и свои взгляды – это очень важно. И вот эти люди сегодня здесь собрались, и это очень здорово. Мы очень рады участвовать в таком проекте, как «Перспектива НСК». Это очень хороший способ прокачать себя и команду. Данный конкурс дает возможность открыть в себе лидера. Сегодня на финальном мероприятии конкурса «Перспектива НСК» мы, как организаторы, действительно увидели в зале будущее Города Новосибирска. Субтитры создавал DimaTorzok